Александр Нариньяни Два года тому назад, до этого я двадцать лет был вегетарианцем, то есть где-то в девяносто пятом году, летом, помню, как сейчас, я очень начал интересоваться буддизмом, собственно, стал буддистом и одновременно у меня совершился переход, ну и отказ от мяса, от всей, так сказать, убиенной пищи, оставил я молочные продукты только, без есть, и уже двадцать лет, по сути, да, без малого был вегетарианцем. А где-то пару лет тому назад, в 2012 году, весной, я услышал рассказ моих друзей, йогов, учителей йоги, которые резко, внезапно перешли на сыроедение, вот уже несколько месяцев на нем находились и рассказали мне, как они здорово себя чувствуют, как у них изменилась жизнь, как у них поправилось здоровье, сколько у них энергии, они путешествовали по Крыму с рюкзаками, с палатками, и там буквально дни напролет могли лазить по горам, надо было мало спать, и так далее. Я вдохновился, хотя к тому времени про сыроедение слышал несколько раз, но как-то меня это не цепляло, то есть не было какой-то кармической готовности к этому, хотя информацию имел. Но когда услышал такие вот, first-hand, так сказать, личный опыт, experience моих друзей, мнению которых доверяю, я решил попробовать. Вот, прочитал пару-тройку книжек на русском, ну, они, конечно, были такие, что лучше не читать, но я вдохновился, по крайней мере. Зарядили, по крайней мере. Зарядили, по крайней мере, решимостью, вот, ценной информации в плане перехода и питания не дали, но решимостью зарядили. Я буквально вот в неделю, так сказать, постепенно отказался молочка, приготовленная, и за неделю перешел. За неделю? За неделю. Это где-то было в июне, в июле, то есть, ну да, скоро будет летом два года. Здорово. Саша, я знаю, что ты являешься сторонником вот диеты Дугласа Грэма 80-10 на 10, углеводы, белки, жиры, и что именно жиры, избыточное потребление жиров приводит к различным болезням в нашем организме. Вот сможешь ли ты, поможешь ли ты с медицинской точки зрения обосновать вот эту вот систему, почему именно жиры приводят к различным заболеваниям? Да, ну, вот как раз основная проблема, на мой взгляд, сыроедение в России, да и не только в России, в мире, я бы сказал, наверное, процентов 80 или 70 даже сыроедов, особенно новичков, тех, кто только перешел на эту диету, естественно, испытывает повышенные потребности в калориях, постоянное чувство голода, недоедания, желание такой плотной калорийной пищи, которая комком ляжет в желудке, и успокоит, транквилизирует человека на несколько часов, что легкое, правильное сыроедение не дает. Человек начинает к этому стремиться и, соответственно, переедает той единственной пищей, того единственного калоронутриента, который дает такие плотные, концентрированные калории, а это жир. Если мы говорим о диете стандартной американской, так называемой sad, печальная диета, standard American diet, или стандартной европейской диеты, или уж если на то пошло и диета среднего россиянина, она содержит большое количество жиров. Это примерно от 25 до 40%, в зависимости от того, как человек питается жиров. Но не меньше, чем под 30% жиров мы все едим. Для нас это не очевидно, поскольку жиры, они вкрадываются через многие продукты, для нас, так сказать, неопознанными и неосознанными, но, тем не менее, это так. А проблемы с жирами, что, ну, в основном все проблемы, такие массовые, какие-то дегенеративные заболевания нашего века, такие как диабет, такие как онкология, такие как там избыток кандиды, различные формы кандидоза, молочницы и всего прочего, они обусловлены как раз тем хаосом, который привносит в состав крови жир, блокируя инсулиновые рецепторы. Именно жир является основным виновником скачков уровня сахара в крови человека. И, соответственно, все проблемы, связанные с инсулином, связанные с диабетом первого-второго типа, связанные с понижением способности человека усваивать, транспортировать, доставлять петский кислород, во многом продиктованы жиром. В этом ошибочно винят сахара, но если вы, например, посмотрите на ютубе, если вы владеете английским, есть известный очень ролик, и Дуглас Грэм его всегда рекомендует людям смотреть, это как один врач устраивает эксперимент и в течение нескольких часов доводит себя до состояния повышенного сахара в крови, такого преддиабетного состояния, не употребляя ни грамма сахара, а употребляя лишь растительные масла. Очищенный, там, virgin, первый колод джорджем, что угодно. Просто он методично пьет масла, делает все анализы крови параллельно и демонстрирует, как вскакивает уровень сахара в крови посредством потребления жира. Никакого сахара. И диета 80-10-10, как правильно ты сказала, это как раз она отражает оптимальный калорийный состав. 80 минимум углеводов, 10 максимум жиров, 10 максимум белков или протеинов в рационе человека. Она ориентирована как раз на снижение до безопасных уровней вот этого потребления жира. И беда с сыроедами, беда с вегетарианцами и веганами в том, что они, при кажущейся такой здоровой диете, на самом деле начинают потреблять гораздо больше жиров, чем человек, питающийся по стандартной европейской или американской диете. И вот в этой же книге Грэма «Диета 80-10» приводятся его такие практические расчеты по конкретным кейсам, конкретным случаям его пациентов, где он считает реальное потребление ими жиров. И доходит там, не поверишь, до 80-90% у некоторых сыроедов. Это так называемое гурманское, или у нас называют его блюдоманское, такое смешанное бездумное сыроедение. До 80% жиров. А это значит, что те проблемы, от которых человек пытался уйти, переходя на сыроедение, на самом деле догонят его на новом витке его диеты, его питания, и уже, так сказать, ударят так, что там можно не оправиться. И надо с этим быть очень внимательным. Понятно, есть механизм, оправдывающий такое потребление, почему человеку всего этого хочется, да, это калорийная плотность, это, так сказать, комфорт от еды, это чувство вот этой насыщенности, тяжести, к которому мы привыкли. Но за это придется платить свою цену, и цена будет, так сказать, немаленькая в итоге. Вот вам и ответ, почему многие среды также имеют различные проблемы с здоровьем. Да, да, да. И в книге Дугласа Грэморас, я уж ее упомяну, я вообще издатели, так сказать, задумал недавно серию, посвященную здоровому образу жизни, сыроедению, среди прочего. Вообще-то я издаю больше книги по буддизму, по какой-то восточной философии, по йоге и тому подобному, по аюрведе. Ну вот, поскольку я сам, так сказать, этой темой занялся, она мне очень близка, я и живу последние пару лет, я решил издать и эту книгу. На счастье, права оказались свободными. Вот, я знаком был в гостях у Грэма в прошлом летом в Штатах на его фестивале, в Woodstock Fruit Festival. Я видела ваши фото. Да, интервью я сделал, которое скоро появится. Ждем с нетерпением. Перевод закончен, скоро мы его соберем в субтитры и выложим. Так вот, эта книга как раз вчера, я по стечению обстоятельств завершил ее редактуру. Поздравляю. Долгий был, спасибо, спасибо. Долгий был и сложный процесс, потому что книга такая техничная, полунаучная, медицинская, масса терминов. Приходилось много всяких, так сказать, гуглить и проверять разные понятия, термины, определения и данные. Вот, и книга пошла в корректуру, то есть, соответственно, с задержкой, конечно, как я обещал раньше, издать ее зимой, теперь это получится только весной, но тем не менее она верно движется по пути к печатному станку. Это отличные новости, я представляю, какую ты работу проделал, будем с нетерпением ждать этой книги. Да, спасибо, спасибо. Саша, ну а тогда вот существует понятие правильное, неправильное, среднее. Что кушают тогда правильные сыроеды? Ну вот, опять же, правильное, неправильное, здесь такие очень условные понятия, поскольку если считать по большинству, то большинство ест, наверное, то, что правильно, а по факту получается наоборот, да? Большинство ест высоко жировую сыроедную диету, новички и, так сказать, те, кто питается по разным программам, там, живая еда, лайффуд, ливингфуд и прочее, Мэтт Монарк и разные западные известные Дэвид Волф, деятели, у них, в общем-то, действительно очень и очень такая жировая и не очень спортивная диета, где люди 30, 40, 50, 60 процентов потребляют с разными гурманскими сыроедными блюдами, пиццами, пирогами, салатами, всяческие гуакамоли и прочее, где жиры, там, под 90 процентов. Вот, поэтому правильное и неправильное, это термины здесь не очень подходящие, я бы сказал так, здоровое и нездоровое, или, там, спортивное и не спортивное, позволяющее повышать уровень своего здоровья, ментальной ясности физической формы, спортивных результатов и не позволяющее этого делать, но являющееся по факту, да, в буквальном смысле, сыроедной диетой. Так вот, здесь следует сказать, что диета 80-10-10, ну, в такой ее чистой форме, как ее излагает, практикует более 30 лет и учит ею других доктор Грэм, она, по сути, является фрукторианством. Фрукторианство на русском звучит несколько экстремально и понимается некоторыми людьми не совсем верно. Потому что в русском обществе нет фруктов. Да, в русском обществе, а, нету фруктов, а в русском языке, б, фруктами называется несколько суженная категория плодов, потому что по-английски фрукт – это эквивалент плод, а мы такого не говорим, у нас слово плод в обороте таком фруктовом, так сказать, гастрономическом нету в основном, да, у нас там, ребенок – это плод, да, и так далее. А в английском фрукт равно плод, соответственно, фрукторианство равно в русском скорее плодоедение, да, например, то, что огурец является плодом, фруктом, то, что авокадо является фруктом, то, что кабачок – это фрукт и помидор – это фрукт. Для русского это звучит как-то в кулинарном смысле нонсенс, какой это фрукт, это овощ, но это фрукт. Это называемые non-sweet fruits, несладкие фрукты, да, и в русском это тоже может быть фруктом, но конвенция такая устояла, что это кулинарно у нас именуются овощи, да. Соответственно, мы говорим, что фруктоедение или фрукторианство в его правильном таком вот, так сказать, западном понимании – это потребление основного объема калорий из фруктов, то есть 80 и более. Плюс употребление столько, сколько хочется листовой мягкой зелени – это всевозможные латуки, шпинаты, капусты и крестоцветные туда не относятся, это не листовая зелень, это слишком жесткая для человека клетчатка и с этим проблемы. В итоге будут, да, раздражения, слизистые и прочее. А корень, вот наша морковка, свекла? Ты знаешь, морковка, свекла, ну, если так углубиться немного в эволюционный, так сказать, момент этого всего, вообще, какова цель существования человека на земле? Мы отложим в сторону всяческие духовные моменты и прочее. Это съесть фрукт, отойти в сторону на несколько километров, покакать и распространить те семена, которые не переварились и выйдут там в питательной среде и вырастут, соответственно, на новом месте. В этом биологическая эволюционная цель человека как животного, как вида, да? Соответственно, у нас есть свое видовое питание, которое этому соответствует. Когда мы не убиваем этим растение, но даем ему шансы наоборот произрасти в новых местах, да? Соответственно, сюда входят все сладкие и несладкие плоды, ну и иногда та зелень, которую мы пощипываем и которую пощипывают все человекообразные обезьяны, приматы, так сказать, в процессе питания, потому что там много микроэлементов, минералов в особенности, и они нам необходимы. Если человек начинает есть, например, корни, что такое корнеплод? Это система накопления крахмалов, которые нужны растению для того, чтобы пережить какой-то неблагоприятный период в его жизни. Там зиму, засуху, я не знаю, что еще, да? Это клубни и корнеплоды. То есть потребление любого корнеплода, оно не подразумевает потребление и разнос семян по территории, и оно подразумевает уничтожение растения на корню, да? Растение этим убивается. То есть эволюционно это очень такой вопросный момент, и стоит ли человеку или предназначен ли человек для того, чтобы есть их, а они для того, чтобы быть им съеденными, большой вопрос. То, что мы от этого не умрем? Ну, факт. Но в условиях дикой естественной природы выкопать из земли грязный корешок, где-то его отмыть или не отмыть, или прямо с землей съесть. Это сложнее, чем съесть фрукти. Да, и потом тебя от этого вздует все равно. Ну, это крахмалы, это сложные длинноцепочечные углеводы. Они очень сложно человеком перевариваются. Ну, это не обманешь. Поэтому их парят, поэтому их варят, поэтому их ферментируют и прочее. С фрукты ничего этого не требуют. Фрукты это простые сахара, это там моно- и дисахариды, которые, собственно, либо усваиваются напрямую, всасываясь в кровь в верхних отделах кишечника, либо путем какого-то там минимального метаболизма расщепляются до того, что нам нужно. И все из них развлекается. Точно. Так, продолжили. А закончили мы на капусте, что капуста у нас тоже плохо усваивается. Крестоцветные вообще, или капуста цветные, вот это семейство, оно включает в себя что? Ну, все виды обычной нашей капусты листовой, качанной, красной, белой, брокколи, романеско, что еще? Рюссельская. И вся эта капуста, в общем-то, она не является, опять же, листовой мягкой зеленью, и клетчатка, присутствующая там, довольно жесткая. И я читал, опять же, исследование, и в книге Дугласа есть глава, посвященная этому, что подобная клетчатка довольно сложно усваивается или не усваивается вовсе нашим организмом, раздражает его нежные стенки кишечника. И, соответственно, по разным параметрам не является так уж нашей видовой пищей. Ну и попробуйте сами съесть там качан капусты или брюссельскую капусту, или цветную, или брокколи. Я это ел в больших объемах, пытался, да, можно заставить себя, но замучаешься жевать, опять же, часто вздувает, поскольку жесткая клетчатка, да, тяжеловато. Я с тобой абсолютно согласна, я тоже при переходе на сыроедение очень много ела белокочанной капусты, брокколи цветная, то же самое, вздувает, плохо переваривается, отказалась практически от нее. Саша, какие у тебя изменения произошли при переходе на сыроедение? Потому что я знаю, что многие же говорят, что там стена исчезает, волосы становятся черными, зубы вырастают новые, хвост вырастает, спишь по два часа в день и так далее. Вот что у тебя произошло? Ну да, несколько слов вообще о том, что люди говорят происходит на сыроедении. Действительно полно и чудесных историй там в духе книг Шимшука и прочих, да, полно и каких-то реальных ожиданий, довольно реалистичных, да, как исцеление от каких-то болезней. У Дугласа Грэма в его книжке «Гиета 8 и 10» целая глава большая посвящена историям успеха, где люди, ну там порядка 20 историй, в основном американцев делятся действительно медицински зафиксированные фактами, то, что с ними произошло, то, чем они болели, от чего они избавились. Это уже такая, так сказать, фактология, где можно проверять и наблюдать. Ну, о вырастании новых зубов, о исчезновении седины и прочее. Некоторые люди серьезно говорят, которым, наверное, можно доверять, но опять же, это про исчезновение седины, например, да, но, например, про вырастание зубов, ну я считаю, это больше такой уже метафизикой, да, нигде это медицински не зафиксировано пока, да, я не видел, пока, да, как и про наедение, да, тоже. Говорят, что их много, я даже сам видел, вот, но опять же, на 100% медицински это нигде не зафиксировано. Говорят про прохлада Джани, про Джасмухин и прочих, ну почитайте в интернете, какие там проблемы были с их экспериментами. Вот, о том, что требуется человеку мало сна, здесь тоже я разделяю позицию скорее вот доктора Грэма, у него тоже это важный аспект, у него вообще расставлены там около 30 принципов или основных ключевых аспектов здоровья и питание среди них является далеко не первым, да, оно является, ну, важным, значимым там третьим или четвертым, но здоровье, так сказать, комплексное здоровье и процветание человеческого организма возможно при максимальном учитывании всех этих факторов. Первым из них является чистый здоровый воздух, если мы отключим себе кислород и будем находиться у выхлопной трубы, мы умрем довольно быстро, да, не успеем даже поесть и сходить в туалет. А вторым фактором является чистая вода, если мы будем пить неизвестно какую воду или не пить вовсе, мы тоже можем довольно быстро умереть, да. Саша, я вот вообще почти не пью ничего. Я тоже почти не пью, но то, что мы употребляем богатую фруктами диету, диету, которая на 80-90 процентов состоит из воды, структурированной и минерализированной, какую не дадут никакие фильтры, никакие источники. Это самый мощный, самый эффективный природный фильтр, также насыщающий эту воду, структурирующий, оживляющий ее. Так что мы с тобой пьем лучшую воду, какую можно пить. Я тоже пью вот в условиях жары, я тренируюсь, я бегаю на длинные дистанции, я тогда иногда пью с утра стакан, два-три воды, в зависимости от нагрузки. Но в Москве, например, где потоотделения такого нет и это обычно стакан, чтобы запустить организм с утра, стакан, стакан воды, ну максимум два. Поэтому совершенно верно, мы пьем наилучшую воду и в избыточных объемах. Так, у нас был первым пунктом воздух, вторым вода. Да, первым воздух, вторым вода и третьим идет в его системе пища, питание, соответственно, диета, рацион, то, что определяет наше здоровье. Затем идет, кажется, сон, если я не путаю, могу путать сон, физическая активность, то есть спорт, упражнения и эмоциональный баланс, то есть позитивный взгляд на жизнь, эмоции и дальше еще он выкладывает до 30 факторов. То есть очень интересный перечень, который можно в его этой книге и комментарии к этому перечню увидеть. Поэтому сон является следующим по важности фактором после пищи в нашем здоровье. Угробить себя, и мы знаем по опыту, так сказать, методов интенсивного допроса ЦРУ после всех этих афганских и ракских операций, как людей колят за три дня sleep deprivation, да, то есть лишение сна и громкой рок-музыки, как они делают все, что от них попросишь и рассказывают все, что они знают и чего не знают, да. Это эффективный метод пытки, лишения сна. Соответственно, человек эволюционно развивался, как тропическое существо, то есть мы как раса, ну не как раса, а даже как вид, да, возникли в экваториальной зоне примерно тысячи километров вверх и вниз от экватора, да, ну в Африке, как гласит действующая теория. Где-то 80 тысяч лет тому назад племя людей, одно племя, у нас у всех одна бабушка, да, мы вышли где-то 80 тысяч лет назад через Аравийский полуостров и, так сказать, рассеялись по миру. Всего-то 80 тысяч лет назад мы все были черненькие с одной бабушкой, да, говорили видимо на одном языке. Вот. И, соответственно, мы все развивались в этой зоне, где, как вы знаете, где мы сейчас находимся, солнце садится в шесть и в шесть же встает, да, и колебаний по сезонам, по временам года нет. Соответственно, человек, живя там в саваннах или в лесах, в джунглях, на деревьях, у него было 12 часов темноты. И человек, как вид, развивался 12 часов в день в темноте отдыхающий. Куда-то ходить в джунглях, в саванне ночью, когда активизируются все хищники и прочее, неразумно. Это время угрозы, это время забраться куда-то на дерево или забиться в какую-то пещеру и, так сказать, там в спокойствии отдыхать. Соответственно, человек запрограммирован на 12 часов отдых. И когда люди говорят, что начинают спать 2 часа, 3 часа, 4 или 5 часов, ну истории много известных таких людей, там Вацлав Гавелл, великий, так сказать, политик ныне покойный, спал 5 часов. Многие люди такие пассионарии, известные какие-то ученые, политики или там какие-то еще деятели. Я целую статью про это читал, кто сколько спал из них. Подборка была таких от 3 часов там до 6, что, в общем-то, считается мало. 7-8 часов в современном мире считается нормой. Дуглас Грэм выдает норму в 9 часов чистого сна, то есть 9 часов вертикального, сорри, горизонтального положения. Из них желательно, чтобы все 9 были сном. Но это минимум, потому что, опять же, человек по природе спал больше. И даже еще 100-150-200 лет тому назад, до распространения массового электричества и так далее. Во всех классических книгах, если вы внимательно почитаете, как антрополог, изучая способ жизни тех людей, то убедитесь, я говорю это, потому что читал, опять же, про эту статью, которая анализирует все классические тексты, в том числе русские, на эту тему. Люди спали в 2-3 подхода. И, например, в Центральной Европе, даже в Германии, история такая, что у людей было нормально встать посреди ночи. Они обычно просыпались, проспав первую стражу ночи, ходили в гости, подкреплялись, кто-то занимался сексом, кто-то делал что-то по дому, потом ложились опять и спали опять до утра. И в России было так же, то есть спали 2-3-4-5 часовых периода. И это было распространено. Поэтому я придерживаюсь, действительно, девять часов отведи на горизонтальное положение минимум. Ну а экстремальные возможности спать там 2-3 часа, я думаю, что это накопление усталости, которое рано или поздно выстрелит, поскольку человек эволюционно как вид к этому не приспособлен. У него другие запросы. Подвиг это, метафизика это, что это, какая-то йога, кундалини, я не знаю. Я с тобой тоже согласна. Вот у меня так же 8-9 часов, ну 8 часов я сплю, и мне, вполне, достаточно меньше, хуже я буду себя чувствовать даже на сырой линии. Тем более обычные люди, обычно же нормальные, даже здоровые, даже спортивные люди, осознавая то или нет, живут очень сильно в зависимости от стимулянтов, от стимуляторов. И я сам, я не поклонник был кофе, но я был поклонник в силу места работы и круга друзей различных хороших сортов китайских зеленых чаев. Было несколько чайных у моих друзей в Москве, я постоянно в этих чайных обращался и где-то работал в клубе, где была такая чайная. И постоянно тоже на этом чае сидел, и на моте сидел. И чтобы утром проснуться, зеленый чай обязательно, да. А Америка, ну это просто 3-4-5-6-7-8 чашек кофе, Америка вся кофеенизирована, вся сидит на кофе, да. И не считается это вообще чем-то из ряда вон выходящим, как молоко. В России тоже кто-то сидит на кофе, кто-то на чай, и люди просыпаются, стимулируют себя, а потом вечером успокаивают себя какими-то дополнительными способами. И в этих условиях, наверное, можно спать 5-6 часов и как-то себя бодро чувствовать. Но опять же, это большой-большой такой долг, в который мы влезаем перед жизнью, перед организмом, за который пойдется рано или поздно заплакать. Это точно. Я предлагаю передвинуться дальше. Саша, расскажи, пожалуйста, про твои занятия спортом. Как часто ты занимаешься, сколько занимаешься и для чего занимаешься? Ну я вообще как бы с детства был воспитан в любви к спорту. Я жил в Сибири большую часть жизни, хотя сам москвич, сейчас живу в Москве. Жил в Новосибирске, в Академгородке и, соответственно, сибиряк значит лыжник. И у нас и физкультура была на улице. И я занимался, выступал за команду, занимался гоночными лыжами, да? Ну то есть бегом на лыжах. Выступал, какие-то у меня были разряды на тот момент. И я с тех пор полюбил такие, как сказать, ненапряжный такой endurance спорт, то есть спорт на выносливость, да? Долгий бег, долгие лыжи, что-то такое. Не какие-то силовые, рывковые там или единоборства или что-то еще, да? А именно вот такие виды спорта. Ну и впоследствиями занимался там. Это было плавание, это было, опять же, тот же лыжный бег. Это был бег, уже марафонский бег. Когда я жил во Франции, я просто там, ну, всего хорошего климата, я жил на природе, на юге Франции, я мог себе позволить там бегать круглый год. Соответственно, бегал марафонские дистанции. И сейчас работа моя, так сказать, я редактор, издатель, переводчик и в основном она сидячая, да, у компьютера. Соответственно, мне надо, чтобы компенсировать этот вот застой вот этой энергии, которая происходит в теле от 8-часового, 10-часового сидения перед экраном, мне надо активно заниматься каким-то аэробным, да, спортом, активностью. Обычно я делаю это утром, на товщак. И, соответственно, это какие-то силовые упражнения, силовые зарядки, ну, какая-то база силовая, то есть там подтягивания, отжимания, что-то такое, растяжки всевозможные, немножко йоги, ну, такой неформальный какой-то, такой своей больше для растяжки, да. И это бег. Соответственно, я, вернувшись в Франции в Москву, я перестал бегать, как-то чувствовал себя не очень, и колени, и поясницы от всего этого устали, да. Поскольку я там бегал 20-25 километров, это все-таки, ну, это напряжно и по асфальту. Ну да, немало, иногда. Вот, и возраст, и, ну да, это как-то накапливается усталость в суставах, и бегал не совсем правильно, в итоге оказалось, понимая это теперь. И став, перейдя на сыроедение, я вновь вернулся к бегу, появились силы, появилась легкость, я сбросил порядка 15 килограмм, хотя, в общем-то, я плотным никогда не был, я всегда был худощавым, да, но тем не менее, 15 килограммов жира сразу же и воды, да, это то, что теряется, да, мышцы потерять невозможно, и сколько ты не прикован к постели. Нашлись и ушли за первые 2-3 месяца, да. Это, кстати, один из аспектов сыроедения, когда люди при переходе первые 2-3 месяца, это резкая потеря века. Да, да. Сначала теряются 2-3-4 килограмма воды сразу, потому что человек перестает есть токсины, которые размываются водой и удерживается большой объем воды для этого, для растворения их до нетоксичных объемов, нетоксичных концентраций. Затем перестаешь есть соль. После ухода этих литров воды, что человек воспринимает к потерю веса, хотя это просто ушла вода. Это можно за день, я могу потерять за день 5 килограмм на одной воде, да, пробежав я теряю килограмм 3. На сухом голодании мы тоже потеряли 3 килограмма вода. И второе идет потеря жира, она уже более медленная, но человек, мужчина, здоровые объемы жира по Грэму, да, он спортивный диетолог, он сам атлет, гимнаст, тренер олимпийского уровня, он тренирует спортсменов американских олимпийской сборной, это до 10% жира, у женщины до 20. Сверху этого начинаются уже подходы к ожирению и дальше пошло до морбидного, до болезненного ожирения, то есть до 10%. И сейчас у меня, наверное, процентов 5 или что-то, я вообще такой, ну, сухощавый совсем уже даже, да, для обычного человека. То есть, а это у меня процентов, наверное, там 5-7 сейчас, вот. И, соответственно, вот теряя такой вес, люди начинают пугаться, наблюдая тебя, знакомые, особенно кто тебя видел на срезе там полугода, а что это у него такое-то? У него спит, у него это рак, у него чего тебе такой, испуг в глазах, да? Он скоро умрет. Потом говорит, да, ну, ребят, все нормально, я вот так-то и так-то. То есть, целью моей не было терять вес, но это произошло, ну, и он стабилизировался на где-то там 64-65 килограммах, при росте метр восемьдесят пять, метр восемьдесят шесть, да, у меня. Ну, это нижний предел нормы. BMI по, так сказать, американским параметрам у меня нижний предел. То есть, в клинику у меня насильно иншуром кормить через катетра не будут, да, но это нижний предел нормы. Так вот, к спорту, да, появилась такая легкость, появилась возможность снова бегать. Я опять бегаю там 15-20 километров, не каждый день, через день, через два. Здесь довольно жарко в Таиланде, иногда и парит, то есть, влажность, поэтому сложно бегать много, обезвоживание сильное. Либо надо бегать с баллонами, с бутылками, что, в общем-то, я не люблю. Я люблю бегать налегке, без ничего. Поэтому здесь, ну, там, до 15 километров у меня с утра побегать получается. Ну, и какие-то силовые зарядки, зал по возможности. Ну, примерно как-то так на сегодня. Очень интересно, здорово. 15 километров каждый день. Ну, каждый, это вряд ли, да, надо давать суставам отдыхать, но, в принципе, мышечная и какая-то кардиоваскулярная готовность бегать 15 километров каждый день есть. Нет возможности по суставам, надо давать отдыхать. Саша, ты сказал о том, что ты определил, что ты немножко неправильно бегал. Можешь поделиться опытом? Да, я как раз хотел об этом сказать, что есть такое понятие, как босоногий бег. Это вот то, что практикуется, на сегодня очень модно на Западе, в Штатах, barefoot running, так называемый, или еще называется поздный бег. Есть даже книга, это наш соотечественник, американец, Николай Романов, кажется, его зовут. Posture running по-английски. Это примерно одно и то же, более-менее. Концепция заключается в том, что человек, ну, по природе свой бегун, да, мы слезли с деревьев, вышли в саванну и побежали за кем-то, от кого-то, вот, но всегда это был бег. И чем человек отличается, его скелет, его стопа, да, у всех остальных она плоскостопая, у нас это арка стопы, свод стопы, которая позволяет нам пружинить, и все остальное, это человек, ну, бегающее существо. Есть такая книга замечательная, рожденный бегать, она издана тоже на русском в издательстве Ман Иванов Фербер. Фербер, обязательно прочитаю. Да, обязательно, я прочитал ее на английском, захотел, безусловно, издать, увидел, что она уже издана и, так сказать, рад и счастлив, дважды уже переиздавалась. Она как раз посвящена, в частности, этому. Так вот, человек это такое бегающее или ходящее существо, да, и, естественно, бегал или ходил он, ну, не в кроссовках Мидзуна или Эйзик с огромным таким 5-сантиметровым гелем и прочим, и прочим. А бегал босиком по более или менее твердой поверхности. И, соответственно, для этого приспособлена вся наша анатомия, и иннервация нашей стопы позволяет нам получать такой эффективный фидбэк, то есть обратную биологическую связь по нашей походке, по нашей поступе в беге, что позволяет нам избегать травм, бегать оптимально, быть способными бежать и идти очень-очень долго, чего лишают нас современные мягкие ортопедические подошвы, тем более какие-то ортопедические, вот эти вот вкладки все, как хай-тек, да, которые бегуны, любители, да, используют на сегодня. Это полностью анестезирует нашу стопу, мы можем настолько нарушать и искажать свою поступь, свое движение, эту биомеханику в беге, потому что она, стопа анестезирована этими прокладками, да, что мы можем убивать свои колени, убивать свои бедра, убивать поясницу, и мы это и делаем, и я это и делал, да, бегая в дорогих, там, профессиональных, типа, да, хорошо амортизированных кроссовках. Когда вы переходите на банальный босоногий бег, вы просто снимаете все, что у вас есть и бежите, даже по травке, для начала или по твердому песочку, да, вы сразу же видите, как у вас полностью меняется стиль бега, вы никогда не приземлитесь на пятку, что считается, в общем-то, ну, нормой, наверное, я бегал, да, на пятку, переход с пятки на носок, да, ничего подобного, никогда вы на пятку не приземлитесь, потому что это вас убьет сразу через там три удара, вы приземляетесь на середину стопы или на мысок, да, на, ну, как называется, болс, да, то есть на суставы, так сказать, где присоединяются пальцы к стопе, да, вот на это место, там разная поступка, у каждого своя, и техники разные, но в целом это либо прямо мысок, либо это середина стопы, пяткой вы потом касаетесь, как бы целуете немного землю, но это второе или третье прикосновение, никогда не первое. И вот так попробовать бегать босиком, вы сами поймете, как все меняется, какие другие ощущения, вот, и вы никогда не сможете травмировать действительно себя, бегая босиком, потому что вам раньше станет боль на стопе, стопа закричит, возопитывает, измените стиль бега, да, и у вас будет очень четкая обратная связь, контакт с реальностью, да, вот это называется принцип босоногого бега, грубо я его так описал, да, но босоногий бег, он называется, так сказать, уже терминологически, формально, на самом деле люди в основном бегают с Vibram, Vibram Five Fingers, это такие как перчатки для ног, как называют, знаете, да, пятипальчиковые такие кроссовки вибрамовские, это вот как бы такая культовая обувь для босоногого бега, потом сейчас основные беговые фирмы, ну вот, кстати, New Balance имеет свою линейку небольшую, называется Minimalist Choice, минималистская обувь для бега, там перепад с мыска на пятку нулевой, то есть чуть тоненькая подошва, бывает совсем тоненькая, бывает чуть потолще, но главное перепада нет, то есть невозможно перебление, приземление на пятку и перекат на мысок, ты всегда преодолеваешься на мысок или на середину с этой обувью, также есть специальные гуарачи, так называемые мексиканские беговые сандали, вот есть такое племя, про него эта книга как раз рожденный бегать, Тара Умара, это племя бегунов, они живут на оплатах высотогорных в Мексике, и это племя целиком, которое бегает, они пешком почти не ходят, они с ними бегают, очень интересные племя, они бегают всегда вот в этих кроссовках, ой, в обычных сандалях, извиняюсь, которые делают из резины, старую резину вырезают из покрышек, и такие делают лямочки сверху, веревками это привязывают, и в них бегают, и западные люди это подсмотрели, понятно, сразу же забрандили, да, и уже сейчас есть Luna Sandals, есть Zero Shoes, по крайней мере две крупных фирмы, которые делали беговые гуарачи, которых там уже десятки, а до этого и сотни лет, видимо, уже без покрышек, но в другом виде, с какой-то кожей или чем-то эти индейцы бегали. Довольно удобная обувь, то есть минимальная совершенно от 4 до 6 миллиметров резиновая подошва, простая такая подвяточка сверху и вперед побежал. Ну а я бегаю, когда бегаю в минималистических кроссовках, либо здесь вот можно бегать по пляжу, в Чанмае, когда я жил в декабре, я бегал по футбольному полю, по кромке, то есть это около 400, чуть меньше метров, и по стриженной футбольной травке, газону, довольно хорошо, это удовольствие. Слушай, здорово, отличные рекомендации, я о многом сегодня только впервые узнала. Здорово, буду применять и выкину свои кроссовки скоро. Да, кроссовки лучше расставаться. Саша, как здесь в Таиланде выбрать фрукты без канцерогенов? Вот, я знаю, что многие фрукты обрабатывают все-таки, да? И как канцерогены влияют на наше состояние организма? Ну, канцерогены, ты используешь термин канцерогены, формально это, ну, вещества, способные создавать условия для возникновения каких-то онкологических заболеваний, то есть раковых, да? Я не буду так технично говорить канцерогены, я не уверен, какие из этих токсинов, там, пестицидов, гербицидов, фунгицидов, радиентицидов и прочего, и прочего, и прочего являются канцерогенами, какие нет, плюс химические удобрения, там, нитраты и прочее, я бы так говорил просто, ну, токсичные какие-то там добавки, либо обработка против кого-то, либо подпитка какими-то химическими удобрениями. На основании того, что мне известно от людей много лет сорейдящих, да, и от того, что я читал, в Азии, в частности, в Таиланде, химическое практически все, ну, условно, химическое, да, это такой народный термин использует, практически все, кроме точно совершенно кокосов, кокосы растут как сорняк, да, они вот везде, повсюду вокруг нас, их никак не обрабатывают, ни сверху, ни снизу, ни в почву, говорят, не обрабатывают также папайю, поскольку она тоже растет легко и практически как сорняк, я сам наблюдал и рвал ее дикую, когда жил на Филиппинах прошлой зимой, за 11 месяцев из семечки она вырастает до плодоносящего дерева, да, то есть меньше года и папайю можно есть. В принципе, она очень живучая, ничем ее обрабатывать не надо. Но говорят, что те красивые сорта папайи, Холланд, так называемые, да, голландская, которая продается здесь, это не длинная такая, как торпеда, а такая более компактная, красивенькая, гладенькая папайя, она родом, вроде как с Гавайи, я слышал, и является каким-то ГМО вариантом папайи, которая имеет повышенную сладость, красивый вид и какую-то там защиту от вредителей, да. Факт это или нет, я не проверял, но говорят, что это красивая Холланд папайя, она дороже и слаще, что она вроде бы либо гибрид, либо прямо-таки ГМО. Обрабатывают ее или нет, я тоже не уверен. Также, ну, дурианы, особенно мантонги, это все гибриды. В основном продаются мантонги, да. Нейтивов я здесь не видел. Нейтивы – это маленькие такие страшненькие дурианы с большой косточкой, с малым объемом мякоти. Но это нейтив – это значит дичок по-русски, да. Ясно. Это то, что росло в природе, то, что не было гибридизировано. Это устойчивый вид, его не уничтожают вредители, грибки и прочее. Но он коммерчески малопривлекательный. Привлекательные мантонги огромные, где почти нет косточек, где одна мякоть, они там весят по 5-6-7 килограмм, такие гиганты. Да, большие. Это полностью гибрид. Слабые жизнеспособности. Соответственно, его нужно подпитывать через почву. Усиленно, видимо, удобряют, его опрыскивают, это точно. Поэтому с мантонгами у людей озабоченность в плане наличия в них всяких таких агрохимикалий, да. Ну что, манго, манго опрыскивается стопудово, кроме, может быть, каких-то совсем таких домашних сортов, там где-то у бабушки и дичков, как здесь растут мелкие. Да, есть такие манго, да. Все вот эти красивые тайские роскошные манго опрыскивают. Ну, на Филиппинах я наблюдал пару раз в году минимум с таким огромным пистолетом приходят люди с баллоном, качают эту штуку и брызгают там от вредителей, потом их даже оборачивают уже перед созреванием, снятием, чтобы там кто-то не поел, они висят в этих мешочках. То есть манго довольно, да, манго довольно чувствительная культура и тоже сортовые манго выведенные, гибридные, все эти сладкие, огромные и красивые, они нуждаются в защите и обработке. Что еще? Ну, арбузы, это вообще отдельная история. Арбузы и у нас можно травануться хорошо, и в Таиланде. Я где-то, знаешь, на пять арбузов от одного мне было плохо. Один раз прямо конкретно траванулся, и полдня спал, и была вялость, усталость, да. Арбузы посредством не химической обработки, а посредством их удобрения интенсивного, и, может быть, даже что-то колят туда, я не знаю, в России говорят, что даже что-то туда колят, чтобы сделать их покраснее и послаще. Мы вот сели на арбузной диете, чистились, 12 дней ели только арбузы, не по 3-4 арбуза в день, но, знаешь, были хорошие арбузы. Но вот за все, все три месяца проживания здесь в Таиланде, я встретила, ну, порядка трех не попалось арбузов, такие с желтыми-желтыми, ну, прожилками, получается, в арбузах. Ну, скажем так, большинство мне понравилось. Ну, вот, да, я тоже так сказал бы, у меня этот, примерно, коэффициент 1 к 5, плохих к хорошим, и я не научился их визуально определять, ни внешне, ни на разрез, где они нахимичные, где они нет. И, опять же, индивидуальная чувствительность у людей тоже сильно разнится. Есть у меня знакомые друзья, сыроеды многолетние, кто очень тонко чувствует любую химию, и сразу у него что-то там или высыпает, или с желудком проблемы, кто-то вообще тут же рядом с ним ест эту же вещь, и ему вообще ничего. У меня есть такая, друзья, семейная пара такая, да? Сережа очень чувствителен к химии, а Валя гораздо меньше, да? И, соответственно, поедая одну и ту же еду всегда… Кому-то плохо, кому-то нет. Да, кому-то плохо, кому-то нет. Вот Сереже очень плохо в Таиланде практически от всех местных фруктов. Сейчас они в Индонезии живут, и там нет такого развития сельскохозяйственной индустрии, нет такой химии в всяких количествах. Победнее эта страна попроще в диких местах, да? И там гораздо лучше им сочувствовать. То есть еще индивидуальная переносимость. И, наверное, еще бананы у нас не захимичные. Бананы, да. Третий фрукт – это бананы. Они тоже растут, в общем-то, как… Это и есть трава, не буквально, это буквально трава. И растут они, да, растут они самостоятельно, собственно. И если и обрабатывают бананы, то при длительном хранении и транспортировке их обрабатывают сульфаниламид или как-то это называется, могу соврать. Это такой мощный фунгицид, то есть антигрибковый препарат. Его даже только в формах на людях и на животных используют как антибиотик. Это чтобы не поел грибок, потому что грибок уничтожает бананы моментально. Чтобы не поела грибок. Но если здесь их срывают за день-два-три еще зелеными, все бананы срывают зелеными, забудьте, что желтыми туда срывают. Никогда их поедят уже на деревьях птицы и всякие жучки или кто там еще. Бананы всегда срывают зелеными, они долеживают свои день-два-три-четыре здесь. Их ничем обрабатывать не надо. А если их транспортируют из Эквадора в Москву, то это недельки-две пути максимум. И соответственно их опрыскивают, их обрабатывают потом газом, чтобы они не созрели раньше срока, да? Ой, чтобы они наоборот начали созревать. Созревать. Это этилен, так называемый газ. Нормальный природный газ, который выделяет любой зрелый фрукт. Поэтому иногда подкладывают, например, зрелое яблочко или там перезрелую грушу к бананам. И они моментально все начинают созревать. Потому что она выделяет, или яблоко выделяет этилен, и он вызывает цепную реакцию созревания. Но это я даже не считал такой химический уж обработка. Ясно, ясно. Спасибо большое. Саша, почему, на твой взгляд, многие врачи не придерживаются сыроедения и не являются таковыми? Не поддерживают даже его. Даже насильно сажают людей на питание иншуром через катетер. Я тут читал одну американскую историю. Подросток пытался перейти на сыроедение, его упекли в психушку и кормили через катетер. Но он в итоге сбежал и все-таки перешел. Но это законодательная ювенальная такая юстиция. Я сам, во-первых, такой недоврач немножко. Я учился в медицинском институте. Работал год в клинике. Работал в операционной санитаром. На подхвате младшим медперсоналом в травматологии. Потом был два года условно фельдшером, стан инструктором в армии. У меня такой общий медицинский стаж порядка четырех лет. Я знаю, что такое медицинские учебники. В каком году они писались и какая информация там содержится. В учебнике по физиологии, раздел пищеварения и прочее. Как описывается необходимость сбалансированного питания. Мясо туда, крахмала сюда. Поэтому понятно, с какой базой знаний эти люди выходят из медицинских институтов, я примерно представляю. Чтобы шагнуть за рамки этого понимания, надо заниматься активно самообразованием. Надо как-то расширять свой кругозор. Участковые врачи, например, или врачи стандартно мыслящие, им это просто не интересно, это может быть им невыгодно, им это не нужно. То есть у них предзаданная система понятий вот такая. Плюс к этому врачи все, как мы знаем, любят. Они тоже любят что-то есть, а чего-то есть не любят. Они привыкли как-то питаться, они имеют какие-то свои понятия. И к ним пришла какая-то, так сказать, линия традиций питания вот их родителей. Да, это обычные нормальные люди. Поэтому сыроедение, это довольно, переход на него, это довольно такой серьезный, порой сложный, в основном психологический шаг. И ясно, что обычные люди к этому не готовы. Если они к этому не готовы сами, если у них такая система знаний, данная им профессиональным учебным заведением, то понятно, они будут проповедовать то, что они практикуют и то, что они знают. Ясно. Примерно такое общее объяснение в том, что врачи не поддерживают сыроедение. Как раз сейчас, буквально на днях, проводится форум врачей-сыроедов с Сергеем Доброздравиным, который уже не каждый год его делают. Это будет последним, там они меняют формат. Но в целом, вот, пожалуйста, российские врачи, российские, украинские. У тебя в гостях был Олег Кончаренко, да? Кончаренко, да. Ну, я бы так сказал, что пропорция сыроедов среди врачей отражает или даже превосходит пропорцию или процент сыроедов в общей массе населения. В Штатах веганов порядка десяти процентов. Этот процент чуть подрастет, подрастает. Ну, среди веганов сколько сыроедов, ну, я не знаю, так сложно судить. Ну, может быть, три, может быть, пять процентов там населения как-то играется с сыроедением. Да, стабильно на нем остается годами и десятилетиями еще меньше. В России еще меньше, чем в Штатах. Мы более, так сказать, отсталы в этом. А среди врачей, ну, наверное, такой же процент и есть. Распределение вот этих вот, статистическое распределение примерно, я думаю, равное. А то, что они не поддерживают, ну, вот, во-первых, десяток, наверное, хороших, достойных врачей у Добро Здравина на форуме врачей сыроедов в Москве. Пожалуйста, смотрите видеоматериалы. И те люди, так сказать, чьи взглядов я придерживаюсь, да, чьи книги я издаю, они также, в общем-то, они не МД, то есть не доктор медицины, но Дуглас Грэм, он сертифицированный нутриолог, то есть специалист по питанию, диетолог. Он врач-хиропрактик, это не МД, но это медицинское образование в Штатах, порядка пяти лет на него уходит, это врач мануальной терапии, по сути, да, то есть такое у него образование. Затем доктор Роберт Локхарт, тоже мой хороший друг, австралийский сыроед, ему уже 70 лет, дедушкой назвать его язык не поворачивается, у него подруга, 30 лет от роду, тоже я с ней видел, да. Вот, очень спортивный, ходит на руках, футбольное поле пересекает на руках, с одной остановкой, с отдыхом, да, очень спортивный дядя, 30 лет уже примерно сыроед, фрукторианец. Дуглас Грэм, тоже он доктор-хиропрактик, Роберт Локхарт. Дуглас Грэм, ему сейчас 60 лет исполняется или уже исполнилось, он из них более 30 сыроед, фрукторианец, соответственно, тоже практически врач. И, собственно, МД, то есть докторов медицины в этом сыроедном движении низкожирового или фрукторианского сыроедения 80-10 масса. Я сейчас поименно перечитать не буду, но я вот был в августе прошлого года на этом сыроедном конгрессе в штатах, Woodstock Fruit Festival, там было 600 участников, ну, из них примерно там 30 было презентеров, то есть тех, кто выступал, делал презентации, проводил мастер-классы, тренировки. Из них было там, ну, больше 10 профессиональных врачей, то есть МД, в разных специализациях, не просто там диетологов или нутриологов, но там кардиологов, хирургов, нейрохирургов, очень людей занимающихся диабетом, поскольку диабет на раз проходит на сыроедении фрукторианстве. То есть масса врачей, да, если поискать, так сказать, конкретно изучить, да. Великолепные мероприятия, большие молодцы организаторы. Да, это будет продолжаться и в этом году. Если кто-то из вас заинтересован и английским владеет, и имеет средства на эту поездку, то я настоятельно рекомендую. Это проводится каждый август в Нью-Йорке, в штате Нью-Йорк, в таком диком заповедном месте в горах на озере. Замечательная тусовка, и сейчас это будет уже, наверное, где-то тысячи человек, где все такие звезды мирового сыроедения, вот этой его, такой спортивной фрукторианской версии будут присутствовать и будут учить людей, заниматься с людьми, общаться вживую, очень здорово. Супер! Я поставлю себе в планы. Да, я записал как раз в прошлом году пару интервью. Одно интервью с Робертом Локхартом и одно интервью с Дугласом Грэмом примерно по полчаса, по 40 минут. Готов перевод на русский, и скоро я их выложу в своих социальных сетях и поделюсь с Кирой. Так что те из вас, кому интересно, смогут эти интервью также на русском посмотреть, где вот эти люди такие аксакалы на сыроедении рассказывают о своей жизни, о своем здоровье, о своем опыте, по 30 лет сыроедения. Так что, ребята, это не наши год-два-три-четыре, это 30 с лишним лет. И этим людям по 60-70 лет, и какой они в форме, как они живут, ну, опять же, надо смотреть немножко вперед и посмотреть рядышком на 70-летних людей, традиционно питающихся, ведущих малоподвижные образы. Да, это большая разница, абсолютно. И также про книжку я хотел еще раз сказать, что все-таки вот много чего прочитав, и владея английским, собственно, читая все на английском, и форумы, и литературу, и все, я имею более-менее такое полное представление о всей литературе, о той накопленной, так сказать, человечеством за последние несколько десятков лет, базе данных по сыроедению. Не то, чтобы я все прочитал, но я обо всем примерно знаю. Ты уже кладезь знаний просто. Кладезь знаний, да. И вот я пытаюсь теперь эти знания, так сказать, транслировать как-то через переводы, через издания, делиться именно компетентной сыроедной информацией с русскоговорящими людьми. И вот эта книга Дугласа Грэма «80-10-10», и эта «80-10-10», она, ну, действительно, среди всех этих книг, это как такая библия сыроедения, да, настольная книжка. Я бы рекомендовал ее прочитать всем, кто подумывает о переходе, кто уже делает переход, или кто совершил переход, но питается не совсем разумно, и начинает испытывать какие-то проблемы, и подумывает, а, сыроедение, наверное, не работает для меня. Фигня, что-то не так, или это не для меня, это для тебя. Вопрос, как это делать правильно, да. Ты задавала мне вопрос, как наедаться на сыроедении, да. Ну, объем нашего желудка эволюционно может принимать до 4 литров, до галлона примерно пищи, если он разработан, если его стенки по бокам растянут, и он способен, ну, как любое животное, вы видите, да, оно подходит к дереву или там к травке, наедается до такого состояния, потом это довольно быстро опадает все. Но человек привык питаться последние пару, там, тройку сотен лет, а до этого, еще перейдя на злаковые 10 тысяч лет тому назад, высококалорийной, термически обработанной пищей, которой можно наесться, ну, и мясной пищей, довольно малым объемом. Да. И желудок у нас ужался, то есть в нем эта эластичность сохранилась в потенции, да, но, в принципе, он ужался и привык принимать малые объемы пищи, насыщаться ими за счет калорий, жиров и прочего, да, и, так сказать, счастливо так живет. Когда ты начинаешь сыроедить, то ты начинаешь есть гораздо менее калорий-емкую пищу, да, то есть чтобы получить те же, скажем, тысячу калорий за присевствие, за прием пищи, это такой нормальный прием пищи, пища калорий, это, ну, два бигмака, условно, по калорийному измерению, да, или это 12-13 бананов, то есть такая большая гроздь бананов. Вот это я даю примерно аналог этим калориям в массе. Тебе надо съесть гораздо больше. Гроздь бананов. Большая гроздь бананов. Либо это три килограмма, два с половиной, три килограмма папайи чистого, чистой мякоти, либо это два... Это за раз. Два килограмма чистой мякоти манго за раз. Попробуйте это съесть. Я съедаю легко, я съедаю и три килограмма. Вот, но я уже, так сказать, к этому полтора-два года шел. Надо, и Грэм советует в своей книжке постепенно восстанавливать эту природную эластичность желудка, растягивая его. Съедая каждый раз на пол банана больше, там, хотя бы на укус больше еды, да. Постепенно, постепенно. Будет немножко больно, но это такая терпимая боль. Знаете, когда переешь арбузы бывает, иногда чуть-чуть, потом сразу отпускает, да. Постепенно, постепенно эта эластичность восстановится. И вот я говорю, я могу съесть три килограмма фруктов за один присест. Чистой мякоти, да. Постепенно, конечно, в течение там 30-40-50 минут я спокойно это ем, я не пихаю в себя. Но это за один присест меня заходит. За один прием пищи. А я вот сегодня, представляешь, четверть арбуза съела. И чувствую, что мой желудок уже все набит и дальше не хочет растягивать. Вот я тоже буду работать в плане своей эластичности желудка и буду. Надеюсь, скоро по половинке арбуза. Надо ориентироваться женщине на минимум 2000 калорий, мужчине минимум на 3000 калорий в день в реактивном образе жизни, да. И, соответственно, для того, чтобы не питаться весь день как жвачное животное, постоянно что-то жевать, да, а съесть. Я ем два приема пищи в день, ну, максимум три. Может быть, это вечерний какой-то салатик, зелень, что-то такое овощное, да. И два таких полноценных фруктовых приема пищи. Соответственно, мне надо набрать вот за это по три калории. По 3000 калорий, особенно если я бегал, да. Мой бег, там, если я бегаю час-полтора, съедает 700-800-900 килокалорий, да. Соответственно, я один полный прием компенсирую только бег, а потом ем свое. Вообще такое правило, оно в книге Грэма объясняется. Если мы переводим в килограммы, берешь свой вес, умножаешь на 22. Да, на 22, и получаешь то количество калорий, которое нужно тебе, ну, в среднем, понятно. Это не учитывает особенности метаболизма и конституции человека, да. Если у тебя нормальный вес, умножаешь его на 22, получаешь то количество килокалорий, которое необходимо тебе для поддержания базового метаболизма уровня своего. То есть при малоподвижном образе жизни, да, ну, ты по дому двигаешься, может, у компьютера сидишь, никакого спорта, вот столько тебе надо, чтобы жить, да. Остальное все добавляешь уже на спортивную активность, на какие-то там походы, физическую работу, эмоции бурные, которые сжигают кучу калорий и прочее. Это уже сверх того. Вот если там я вешу, условно, там 65 килограмм, ну, скажем, до ровности 70, то на 22 это вот 1400 там с чем-то, да, ну, 1500, условно. Это мне нужно съесть вот только для поддержания гомеостаза и, так сказать, базового метаболического уровня. А дальше примерно столько же надо накинуть на всяческую активность. Да, да, завершая, что все это есть в книге Грэма, там как энциклопедии разложены по главам разные аспекты сыроедения, да, как было, как плохо было, как хорошо может стать, какие ошибки не совершить, и все такие какие-то основополагающие данные по физиологии, так сказать, ликбез для читателя, не имеющего специального повода медицинского образования. Поэтому я настоятельно рекомендую эту книгу всем прочитать. Я тоже рекомендую. На разных фазах сыроедения или до сыроедения, или даже после сыроедения. Вот, книга, ну, я так надеюсь, весной таки будет, раз она уже пошла в корректуру. И я, безусловно, поделюсь с Кирой этой информацией, и она сможет ею поделиться с вами. Да, со всеми подписчиками, конечно же, я поделюсь с книгой, причем электронной версией. Да, книгу мы приобрели права и на электронную версию, и на бумажную. Соответственно, она будет в Москве, ну, и в центральных всех точках, понятно, по России, и даже в Украине, Казахстане, и где-то еще присутствовать в бумажном виде. И также будет сразу же продаваться и в виде электронном, на что тоже можно будет поделиться ссылочкой за совсем небольшие деньги. Обычно мы рублей 150 оцениваем в своей книге, чтобы делать это доступным для всех. Конечно. Ее можно будет скачать и купить. Если у кого-то горит, то книга эта, в принципе, есть в доступе в таком дайджест-переводе сокращенном. Мне вот не нравится тот перевод, если честно. Ну, он, так сказать, не кошерный, да, в каком-то смысле там не все выверено, не все правильно. Он народный, соответственно, безответственный. То есть там никто не отвечает за качество. У нас будет полный, у нас будет выверенный и так далее. С большим нетерпением будем ждать книгу. С большим нетерпением. Я уже тоже. С большим нетерпением ее жду. Саш, ну и напоследок, пару рекомендаций и советов для наших людей, подписчиков, смотрителей, которые только хотят перейти на средние. И как сделать так, чтобы справиться с таким постоянным чувством голода на переходном периоде, что кушать, как быть? Ну да, это основные две проблемы, наверное, которые люди статистически выделяют на переходном периоде. Я уже много тоже всего этого читал, видел, слышал, разговаривал. Это даже может быть в первую очередь не голод, а психологические проблемы. Ну, разбивающиеся наличные психологические проблемы и социальные, публичные психологические проблемы. То есть, поддержка ее отсутствия извне и собственные сомнения, метания внутри. Психология. Первая сложность, как побороть ее? Ну, ее можно побороть, наверное, единственным способом. Это образовывая себя наилучшим образом, получая наиболее полную научную, достоверную информацию, компетентную от сведущих людей, от людей опытных в сыроедении, десятки лет сыроедящих, да, от людей здоровых, спортивных, читая книги, как вот эта книга «Диета 80-10-10». Получив такую базу знаний, вы сможете аргументированно дискутировать с кем угодно, включая внутреннего собеседника во внутреннем диалоге, да, и моменты сомнения снимать в себе. Моменты сомнения и непонимания и критики снимать в окружающих посредством диалога с ними. Вот так, наверное, можно преодолевать моменты психологической сложности. Ну, и надо при переходе, конечно, как-то делать это разумно, уехать в Тайланг или в Крым, или еще куда-то. Уехать куда-то в сезон фруктов, где первый сложный месяц-два тебе будет что есть доступное, дешевое, спелое, местное, сладкое, да. Понятно, не переходить в ноябре месяце в Москве или в Питере, но это будет самый жесткий период. Я переходила в октябре месяце в Питере. Вот, да, это вариант, как это, хардкор. Можно такое тоже, если сила воли позволяет. А второй момент – это чувство голода. Опять же, я в предыдущем тоже нашем диалоге объяснил, откуда это происходит. От малого объема желудка и привычки к высококалорийной насыщенной пище. Мы ее убираем. Пища становится на 80% фруктов, на 90% – это вода. Соответственно, огромный объем клетчатки, пищевых волокон, воды и остальные нутриенты, белки, жиры и углеводы присутствуют в таком сильно-сильно разбавленном состоянии. Поэтому надо постепенно тренировать свой желудок, чуть-чуть его растягивая всякий раз. Ну и пытаться есть более плотную пищу. Вообще, на первый месяц-два перехода, конечно, понимая вредность этого в перспективе, ну можно ради, так сказать, цели успешного перехода как-то подкармливать себя гурманской сыроедной едой, да? Я это пробовал, какие-то проростки, там, сыроедные пиццы, какие-то сыроедные сорты. То есть это очень-очень все жирно, это очень греховная пища, за которой утром становится больно и обидно, и сожалеешь, что ее съешь. А вот насчет проростков, кстати, пшеница, овес мне очень помогали в переходном периоде. Я еще занималась спортом, когда ты спортом еще позанимался, есть хочется, там, не наедаешься яблоком. Проростки очень хорошие помогали. Да, я знаю, многие люди на длительном сыроедении продолжают их есть, и какие-то спортсмены даже сыроеды. Я знаю, российские продолжают их есть для получения белков. Но, опять же, здесь встает вопрос, я все-таки мыслю в критериях, вот, в контексте теории Грэма и его системы, да? Системы видового питания. Злаки не являются видовой пищей человека. В природе мы не найдем нигде злаков, а если найдем, у нас нет клюва, чтобы его достать, у нас нет мускульного желудка, чтобы его там обработать, подготовить к переварению. Мы не способны переваривать успешно крахмалы, нас от них раздувают. Мы не птички, мы не мышки. Мы зерна в природе не сможем наесться, не сможем найти, не сможем добыть, не сможем очистить. Если мы съедим его в шелухе, а без индустриальной какой-то техники по обмолоту зерна, шелушению, мы не можем удалить это плевело, да? Мы съедим его целиком, у нас будут рвотные рефлексы, попробуйте съесть в шелухе зерно, да? Но это не наша еда, мы 10 тысяч лет назад научились это делать, да, эволюционно, да, и теперь это успешно делаем, но не наша еда, понимаете? Это компромиссная еда, да, ее можно есть, да. На переходный период такой. Меня от нее тоже там сдувает, да, все. И в этой системе ГРЭМа злаковые орехи и семечки не входят в рацион. Орехи и семечки чуть-чуть допускаются, ну, совсем чуть-чуть, потому что, ну, в них тонны жира. И ты даже если съешь там 100 грамм орехов в день, ты там превыше чуть ли не в два раза уже нормы по жиру. Это очень жирная еда, да. Поэтому в рамках вот этой вот системы я их как бы не принимаю. Их всегда нужно подсолить, или всегда нужно какой-то мастерство, или что-то. Сами по себе они довольно, ну, не сильно аппетитные для человека. Орехи или злаки? Да, пророст, злаки, да? Да, согласна. Всегда же человека как-то приправляют. Фрукты, самое то, что надо. То, что требует приправы, это вообще верный принцип. То, что требует приправы, какой-то термической обработки, наверное, это не еда, значит, для человека. Потому что природа для нас создана в изобилии того, что нам приятно. Приятно глазу, приятно носу, да, по запаху, приятно по вкусу. То, что мы можем, там сказать, увидеть, сорвать, проверить спелость, почистить или прямо так съесть. Ну, это вот такой базовый механизм, который для каждого живого существа, для каждого вида в природе существует. У кого-то клюв, у кого-то когти, у кого-то клыки, а у кого-то глаза различающие, отлично красный, желтый, да? Противопоставленный большой палец, позволяющий все хватать, чистить и что-то, да? Это вот, ну, это все заточено под фрукты и, может быть, под какие-то несладкие фрукты, овощи и под какую-то зелень. Спасибо, Саша. Ну что, даешь настрой на 140 лет живой, полноценной, молодой жизни? Хай-пай. Спасибо тебе огромное за интервью. Спасибо. Очень было интересно. До новых встреч. Всего доброго. Ждите книгу. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok